Вот если задаться вопросом, почему же такие россияне, свердловчане, екатеринбургцы, по своей сути, по своей культуре, православные христиане, отказываются, оказываются они безбожники, отказываются от храма. Ну, ответ очень прост. Если бы он, этот храм, удовлетворял их потребности и чувства гидности, достоинства хотя бы этого, если бы он удовлетворял этот храм, который, кстати, стоит рядом, видно его от камикадзе показывают, и там видно 500 метров или сколько, уже есть один храм, и он никак не удовлетворяет эти потребности их. Наоборот, они не хотят вообще там никакого храма, хотят просто зеленые насаждения, хотят просто там ходить с детьми, гулять, спокойно, чтобы там оборудовано было все, как парковая зона, чтобы не было там этого теперешнего язычества, а не христианства, язычества гундяевского, продажного, путятиновского, который им уже вот так настопрыт этим свердловчанам. То есть, по всей логике, чтобы уберечься культурой христианской, культурой славянской, нацию свою, там, расу, то есть уберечь, как-то нужно наоборот строить, как бы, эту культуру христианскую, христианскую, чтобы это не было там буддизм, еще какие-то там секты и тому подобная языческая хрень. Но, что мы видим, свердловчане, екатеринбургцы, гордый народ, это Урал, я, кстати, был когда-то в самом начале 90-х, там, в свердловской гостинице колхозник, даже помню, ночевали там пару дней. Нормально, красотища вокруг, то какая, лепота, да и люди нормальные. Правда, все текали, такие телочки красивые, просто, ну, неописуемые. Все текали в Москву. Кем они потом были потом в Москве, то уже ихнее дело. Но все текали со свердловской, потому что очень много из-за буддых и тому подобного, потому что культура такая, то есть христианства, как такового нет, язычество. И это язычество в образе путятишной гундяевщины, путятишна хочет противопоставить буддизму, но здоровому, там, спортивному, китайскому, да. Это бред, лепота, бред лепоты путятишной. То есть сама структура имперская, путятинская, российская, которая должна противостоять засилию каких-то иноверных, а я, кстати, тоже христианин, а еще и крещеный был в московском патриархате. Хотя сейчас туда не хожу, потому что, ну, гыдко, девытость, вот это предательство, вот это коленоподданчество. И что самое противное, это чистое язычество оттуда вот проистекает под брендом Духа Святого, Бога, Христа и Бога Отца Небесного. Под духом Троицы. То есть вот эта хрень путятинская, великодержавная, продает Китаю территории российские, исконные. А потом говорит, что давайте еще храм построим, чтобы не было культурного засилия того же самого Китая. То есть где тут логика у путятина вообще отсутствует. То есть за продажнический свой смертящий империализм он готов учморить, обухотворить, обухарестить. То есть втопить в низкое развитие четверолазанья на лапах вместо духа нормального российского. Он хочет втопить все российское более ненормальное и назвать это великодержавностью, храмом и тому подобное. Когда все россияне наоборот только текают туда, куда-то подальше, в Финляндию или еще куда-либо в цивилизацию. То есть что у нас выходит? Вот эта гундяевская языческая религия, которая называет себя русским православием, она же обожествляет. И в иконах, и путятишну там молюют преступника Путина на этих иконах. Кого только не молюют. То есть превратили из религии, превратили из веры, из Бога нашего, который кровь свою Иисус Святой отдал за нас всех, за спасение. Они превращают это снова в колено подальшества и в языческую, поганскую культуру наживалого и обожествления власти. То есть снова примитивизм. То есть они хвалят в церквях, в церквях, хвалят этот империализм великодержавный, а вместе с этим и хвалят коммунизм тот самый. Тот самый атеистический коммунизм. Или они забыли, что коммунизм это атеизм прежде всего. Кармарца, Энгельса, Шуменгельса и тому подобное, левацкая идеология. То есть они преподносят коммунизм в церквях, хвалят его имперскость, российскую, захват Украины и тому подобное, хвалят. А потом называют это все русским православием. Капец, это жесть. Вот почему свердловчане и не хотят этой хрени у себя больше видеть, чувствовать и отождествляться с ней, ходить рядом. Потому что за свечку, как говорит камикадзе Дмитрий Иванов, поп и мать и Христа Иисуса продаст за наживу. Вот до чего дожилось русское православие, так называемое. То есть Екатеринбургцы, свердловчане уже не хотят быть чмарабазой и подстилкой у Путятины. Потому что сколько бы Путятина не подвигала, как бы свою Россию не передвигала, то есть там земля отдает Китаю, а тут она передвигается Донецк, Луганск, Донецк, Донбасс, Крым. То есть, ну, сколько бы ни подвигалась она в такой перестановке, все равно никогда Свердловск и близко не приедет в Украину. Разве что до Тихого океана Россия сдвинется. То есть, ну, бред полнейший. И поэтому свердловчане хотят быть гордой нацией, российской пускай, как угодно себя пускай они называют, только они не хотят быть подстилками московской чумы, заразы кремлевской. Параличных этих кретинов, великодержавников. Ну, простой пример с истории. Раз хвалят церковь, коммунизм и тому подобное, то почему тогда Бог всемогущий сделал так, чтобы этот коммунизм с 30-х годов, там, 37-й год, репрессии коммунистические против своего же народа. Мы уже не берем ГУЛАГи, мы не берем там против преступления против Украины, против Европы и тому подобного, других наций, там, Польши. Мы уже берем преступления против самих россиян. Почему тогда так Бог сделал, что ослабил настолько армию Красную, что она даже не смогла сопротивляться более слабой фашистской, гитлеровской навале при начале, как называют россияне, Великой Отечественной войне. Почему так Бог сделал? Да потому, чтобы ослабить и того, и того, то есть тот был слабее, значит, ослабить Красную Российскую армию, чтобы произошла стычка, чтобы люди поняли на решете, наконец-то, что такое война, что такое кровь, разрухи и тому подобное. Вот они на какой-то период времени поняли, а потом через лет 20 опять началась финтипляска, победобесие, опять накручивание той самой войны, опять они, ну, шоу, шовинизм и тому подобное, что они великие. На чем, в чем они великие, когда россияне не хотят этого, ну, свердловчане не хотят уже этого вот такого величия, они хотят жить спокойной, размеренной, нормальной жизнью, плодить семьи, воспитывать их порядочно, человеческо, без коррупции, без говна, потому что ресурсов у них вот так хватает, они могут этот Кремль обложить, Якутия, он алмазами полна и тому подобное. То есть, как мы видим, Кремль-хрень может управлять только жестокостью, силой, подавлением и, к сожалению, большинство россиян служат этому Кремлю в подавлении своих же братьев, тех же самых россиян. Какая это, о, гыда, противно, это даже думать об этом, что славяне, христиане способны на такое. У себя в дом, у себя дома, на своей родине, на России, на Руси. Ну, а поскольку Русь может быть только киевская, а не больше никакая, там, московская, то я имею в виду на Руси, что частичка Руси там все-таки есть. Тех людей, которые или переселились сами, или были переселены насильнее и тому подобное, то есть Свердловский, там, Челябинск, тому подобное, частичка Руси таки есть. И это ихняя славянская родина, и они ее по праве, в праве так считать. А вот эта хрень, которая Кремлем постоянно навязана, когда люди это ничто, а ихние смердячие яхты и вонючие, грязные, противные, мерзочудовищные семейки, блин, опустошенные полностью души в золоте, в алмазах, там, в островах, ну, в принципе, так же, как и Порошенко в Украине кутит на всех нас, на украинцах. Вот так и Кремля-ботища кутит там на всех россиянах. Это ж очень несправедливо. Вот почему россияне, почему свердловчане, екатеринбуржцы и протестуют против этой несправедливости, если так глобально говоря. Ну, и если исходить из логики Кремля, Путина, Гундяева и тому подобное, то свердловчане, екатеринбуржцы и екатеринславцы, оказывается, они хуже бандеровцев, потому что они россияне, а бандеровцы же были украинцы и есть украинцы, но бандеровцы подняли кенгирское восстание в ГУЛАГе, в кровавом ГУЛАГе от пыток, казни и тому подобное. И свердловчане делают то же самое, они уже плюют на эту путятельную заразу, они не хотят этого правительства, они поднимают просто восстание, потому что у них сила духа уже почти как у бандеровцев, которые подняли ГУЛАГи и погибли в восстание, почти все там погибли, танками их подавили, передавили. Ну и, кстати, россияне вот этот спуск с Холодной горы в центр, в Харькове, усеян массами, тысячами трупов. Потом коммуняки сделали тут стадион для детей, играли, скотки тут всякие были, потом она уже узналась все это, и до сих пор ни одного Христа нету, ничего тут, нету, что там храм. То есть, ну, потому что все знают, что здесь происходило, как сюда машинами, фурами свозили, поляков свозили в лесопарк, а сюда свозили коммуняки гребаные. И теперь вот эти, типа православные православляют, да, вот этот коммунизм гребаный, великодержавный, шовинизм, да. То есть, получается, очернение этих свердловчан, Екатеринбургцев, 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 сейчас точно такое же, как и очернение бандеровцев. То есть, пресса вся работает путятишная на путятина, то есть, он их называет безбожники, то есть, ярлыки им лепят какие угодно. То есть, гундяевское язычество лепит россиянам ярлык безбожника. Это же маразм чистой воды. И как я вижу, не только я, то Путин очень прикольно устроился. То есть, на лоховстве, конечно, чморизме и россиян, коммуноподобных, там, партии только коммунистическое, и он, Россия, выбор, единая Россия, срань вот эта единая коррупционная Россия продажническая. То есть, он называет меня, например, украинца, дед которого погиб в окруженной дивизии по Сталинградам. Называет других украинцев фашистами, там, нацистами и тому подобное. Только за то, что они хотели убрать этого гребаного уркоганища, этого конченого Януковича продажного урядину. Это пародия на президента, да, вот такой пост, совок народ выбрал такого, еблана. Ну, что поделаешь, насытились досталь теперь. Называют проамериканскими. То есть, в Венесуэле те, там, про фашистские, про американские, про капиталистские, и те, про Великой Отечественной войны, про российские. То есть, ну, маразм полнейшей воды. То есть, он держит россиян за таких идиотов уже тупых, тупого лошья, что просто вообще, ну, диву даешься. Как еще в 21 веке остаются еще такие россияне, вот, из великой массы своей. То есть, прикольно пристроился. Народу деваться некогда. Естественно, он идет на продемократические силы, которые обладают этой силой. То есть, он становится проамериканским народом. Любой народ, который хочет избавиться от этой гнида власти постсовковой, коммуняцкой, прокоммуняцкой, которая называет себя Божьей, то есть, коммуняки. То есть, покуда Сталин не обратился к православию, Бог так уничтожал, уничтожал этот коммунизм. На одну чашу поставил Бог. Коммунизм и национал, социализм, нацистский, гитлеровский. Кто кого. И вот, покуда Сталин не обратился к православию, не к тому православию Гундяевскому, что сейчас, которое было гонимо, преследование, тартуровано, уничтожено, под пытками попы, священники находились там в лагерях, в гулагах. Вот он их оттуда повытягивает, говорит, давай, теперь вы будете неньку Россию спасать. Вот спасли Россию и опять пошло по тому же ритму. Ну, не стопроцентно по тому же, гулаги чуть ослабли, ну и голодоморы были и тому подобное. Искусственное, как геноцид. То есть, россиянов это невдомек, потому что у них простой, простой умишка, которым и пользуется Кремль. И чем он проще, тем и дальше на лоха Кремль их так будет ими пользоваться во веки. Покуда туда вообще не придет Китай и до Урала не дойдет. Будут и кингтонкам, высунь сухим, вместо россиян, вместо славян, которые еще там чуток остались. Так что, свердловчане, вы надежда России. Нормальная демократическая Россия. Никто, кроме вас, вот видите, они все ссат, все ссукунота. Вся вот эта подпутиновская, ну а что поделаешь, ну люди тоже не хотят идти умирать, а те, о, будут отворачиваться, ну ой, ой, передавило его, ой, кишки там. Ну а мы что, не пойдем, там же танк едет, да, ну не пойдем. Вот так вот веками и лачат жалкое существование. Покуда свердловчане скажут этому крэс, не дадут, скажут нет. И все. Ихнее слово против путятишного кремлевского. Кремлевского, заразы гадости преступной. Вот такова жизнь россияне. И, кстати, очень легко уничтожают те самые православные храмы, только староверные, которые не идут в ногу с Путина, с язычеством путятиновским. Он их уничтожает, а все это делается для того, чтобы из россиян воспитывать и плодить из россиян пушечное мясо для дивизии Вагнера, для педофильской Росхвардии. Вот. Вы даже если не дадите построить шестой храм у себя в районе, они все равно залезут в головы ваших детей. Все равно залезут. Которая, не спрашивая, будет посылать это мясо российское туда, куда им взбредется на любую мясорубку подавлять демократию других и удовлетворять путиновские примхи, желания, как царицы, которая хочет стать уже не столбовой дворянкой, а править всей землей русской и быть рыбкой золотой. Вот такой мирок придурковатый сложился на России, к сожалению. На 19-й год то, то есть, если раньше россияне еще сопричаствовали с путятиной преступной и кричали «Зато ж Крым наш», то сверхглавчанам уже рыгать хочется на этот Крым. Им пофиг этот Крым, они все равно туда не поедут, потому что это баснословные бабки туда ехать. Сама дорога, ну, даже если они и приедут, они там увидят эту бухую вечно помойку совковую. Из совка приехали в еще худший совок. Забуханный, грязный, чмошный, бандитский. И они увидят только там грязное море и плавающие везде эти бензобаки. И Крым превращен сейчас в эту базу долбанную российскую с блошиными рынками всякими. То есть, там нет никакой аристократии, которая была там в средние века. Сейчас россияне увидят только путиновскую помойку. Какого хрена им туда ехать? То есть, придут сверловчане в церковь и увидят там, и услышат там только лишь пропаганду гребаную Росгвардии и вот этого сраного путятинского псевдо-великого державя. Приезжая в Крым, а там то же самое, только там еще помойка. И от курорта у них будет такое же впечатление, как будто они заходят в рядом стоящую церковь, рядом с новостройками. И видят там гундяевскую пропаганду этого великодержавия или педофильскую Росгвардию. Сейчас россиянам будет очень трудно, потому что за это все, весь мир их ненавидит. За вот эту гребаную совковую кремлевскую имперскую политику. Теперь еще россиянам надо постараться, потому что никто им практически не поможет. Потому что все россияне ассоциируются со злом, с осью зла, ту, которую над ними свершает путятина, кремль преступный. Так что никто теперь россиянам не позавидует. И браться им нужно за что угодно, за руки, за оружие, за как угодно, чтобы отстоять свою идентичность. И не смешаться с сунг-хун-чай в сунг-сухим. В то время, когда воры в законе, ихние подстилки Путина, рядом живущие, будут отдыхать на Мальдивах и тому подобных островах, тратя ихние деньги. Наворованное на тех самых россиянах бабло. Вот такая суть сейчас сложилась на России в России. Мы идем, а гимн в душі, и крок несхитный патриумф, чи смерть, чтобы великие дни свідчили гидно прокривали весь. Одна шалена нас полонила доля, Что дарувала любовь, как нижний крючь. Чи переможем, Чи згинемо за волю, Жить будет вечно, Порив заклятий в мид.